Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Бел когда-то певет Шура. И этот лозунг-призыв актуален во все времена. В Железногорске 5 сентября проходит фестиваль Добрый Железногорск. Это масштабное событие стало традиционным для нашего города и проходит в начале осени уже в четвертый раз. В этом году еще так совпало, что именно 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. А наш праздник как раз и дает возможность горожанам прикоснуться к этой самой благотворительности и внести свой посильный вклад в добрые дела. В доброте каждого человека наша сила. Вот как будто, когда кто-то один бросит бумажку, и еще один, и еще один, и становится грязно. А если кто-то один делает небольшое маленькое добро, кто-то еще делает маленькое добро, и вот все вот эти маленькие хорошие дела, они собираются, ну, мне кажется, в хорошее счастливое общество, где каждому очень приятно и комфортно жить. В этом году все собранные средства было решено направить на помощь в осуществлении деятельности 15 социально ориентированных некоммерческих организаций. Среди них хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых, клуб многодетных семей «Семья», организация «Этот мир для тебя», школа верховой езды «Лошадка», спортивное общество «Молния», организация «Мокрый нос», «Экосоюз» и другие. На площадке экологического союза можно научиться отсортировать пластик, а также изготовить эко-игрушки. На центральной аллее парка развернулась большая ярмарка, в экспозиционной части которой все гости фестиваля могли познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций, для которых собираются средства. Куда Вы собираетесь потратить заработанные деньги? Ну, у нас было несколько вариантов, куда можно потратить. В основном у нас есть волонтерский центр, какие-то сувениры волонтерам, либо какое-то совместное мероприятие организуем. Ну, что-то, в общем, с волонтерством связанное. Все посетители парка могли приобрести сувениры ручной работы, выпечку, сладости и канцелярию. Каждый второй собранный рубль шел на благотворительность. В мире слишком мало доброты. Государство не умеет быть добрым, бизнес не умеет быть добрым. Остается нам, простым людям, быть добрее друг к другу, помогать ближнему, помогать животным, помогать людям, тем, которые не могут о себе позаботиться, инвалидам, например. И это сделает наш мир лучше. Благотворительная лотерея, интерактивные викторины, аквагрим, мастер-классы по бисероплетению, рисование на воде в технике Эбру, гончарная мастерская, украшения имбирных пряников. От количества площадок просто глаза разбегаются. Мы делали печенюшки, мы делали из крема, из вкусного, и посыпали такие вкусные штучки. Как вы думаете, почему сегодня надо быть добрым? Потому что добрый сегодня же разногоз. В рамках фестиваля прошли соревнования по спортивному ориентированию, в которых приняли участие порядка 50 учащихся Академии МЧС, гимназии 91 и лицея 102, а также детского эколого-биологического центра. Я пришел на соревнования побегать. Они заключались в том, чтобы бегать от пункта к пункту и отмечаться там. Организаторы соревнований Академия МЧС приготовили для победителей хорошие призы и провели награждение спортсменов, показавших лучшие результаты в четырех возрастных группах. Считаешь ли ты себя доброй? Да, вполне. Почему? Ну, я всегда готова прийти на помощь. И, в принципе, я легкий на подъем человек. И если кому-то действительно нужно в чем-то помочь или как-то выручить человека, то, в принципе, я всегда готова и всегда буду рада это сделать. В течение всего дня на сцене у фонтана выступали творческие коллективы города. А завершился шестичасовой благотворительный марафон под ведением итогов и выступлением красноярской группы «Простые вещи». В итоге на фестивале было собрано около 100 тысяч рублей, которые, безусловно, пойдут на добрые дела. Космос Глазков Михаил Машуков Владимир Хомченко специально для канала проекта «Школа Росатома АТОМ-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Школа Росатома АТОМ-ТВ»